когда я поняла что я болею анорексией и начала лечиться и физически и ментально от этого всего вот мне было лет 17 или 16 до 16 лет когда я заканчивала старшую школу в общем это был напряженный период подходили экзамены и я очень усердно к ним готовилась и как-то при этом мое окружение мне не помогало у меня не было особо друзей в школе в классе и все скорее меня воспринимали как отличницу которая классно учится классно знает какие-то предметы но не как друга ну и да у меня были скажем так разные хорошие отношения с учителями просто просто потому что я была умненькая и поэтому как бы дети в классе не нашли ничего лучше чем прикопаться к моей внешности для какого-то общего понимания в те годы я выглядела тогда приблизительно как сейчас то есть такой же комплекции такого же роста может быть чуть-чуть потяжелее вот но ничего особенного и одноклассницы просто начали называть меня толстой а я начала в это верить потому что не знаю было как-то очень уязвима и мне хотелось хоть как-то почувствовать связь с этим окружением вот и в тот момент я начала меньше есть это был момент православного поста и я решила еще ко всему прочему я тогда в школе не ела мясо и ко всему прочему я решила еще стать веганом и вот два месяца буквально при напряженной подготовке к экзаменам я питалась рисовыми зернышками то есть у меня была горсточка каши на завтрак с половинкой яблока половинка яблока на второй перекус горсточка риса горсточка овощей на обед и творог на ужин а ну где-то кефир между этим всем и травяной чай и так где-то из весов 56 килограмм я стала весить сорок три килограмма к моменту выпускного и платье которое мы заказывали из англии пришлось еще ушивать и подрезать я была вот такая вот маленькая спичка с длиннющими волосами и конечно конечно я чувствовала на себе какие-то восхищенные взгляды других типа оу как тебе это удалось как ты смогла вот стать такой прямо за такой короткий период времени катит и так при вообще преобразилась и меня это мотивировало еще больше как бы продолжать эту диету и я убедилась в том что окей ладно сейчас мы похудели значит нам надо стать худыми и спортивными и как бы еще все лето лето когда там надо было думать о том что куда поступить какую профессию выбрать там чем я буду заниматься дальше по жизни я усердно занималась спортом по всяким видосом в интернете и опять таки ела еще еще меньше пока на первом курсе я не стала весить 40 килограммов как будто бы мне лет 13 при этом я не выглядела сильно худой у меня не торчали ребра и не выпирали коленки и не было вот этих вот скул но в компаниях с друзьями когда все собирались на пиццу или там на шашлыки или еще куда-то я просто ничего не ела я пила колу zero колу без сахара и брала с собой просто два яблока ну вот такая вот у меня была диета вот такие у меня были посиделки с друзьями даже на свой день рождения я заказала торт вообще без всего типа без масла муки и сахара а на следующий день вообще пошла в зал и там пахала полтора часа чтобы согнать все то что я наела на свой семнадцатый день рождения но как бы моментом когда я обратила внимание и задумалась вообще что что-то со мной не так стал момент когда у меня напрочь вообще пропали пропали месячные то есть их не было месяца два-три и тут я поняла что наверное наверное где-то я что-то не так сделала я рассказала своим родителям родители мне уже давным-давно рассказывали на тот момент что типа что-то ты мало ешь что ты сильно там упрямая по поводу еды что ты вообще худая как мизинчик и все вот это но естественно я не слушала я верила каким-то своим идеалам и стандартам красоты и думала что я могу быть еще еще худее и родители очень обеспокоились в тот момент и с того периода начался какой-то очень очень длительный психологический процесс лечения и принятие себя вообще то есть на физическом уровне я как будто бы перестала быть девушкой и мои анализы по гормонам говорили мне о том что ну типа не пойми ты вообще не пойми кто действительно и в тот момент я начала действительно сильно комплексовать тоже из-за какой-то этой своей гендерной идентичности кто я вообще такое что я вообще такое но я продолжала и тут я поняла момент когда я встретилась с эндокринологом она говорит да ничего сложного тебе надо просто чуть-чуть набрать вес все вернется ты молодая красивая все отлично я поняла что я начала бояться еды я это звучит сейчас по прошествии там четырех лет трех лет безумно смешно потому что вы даже я шла на съемки я подумала там блин куплю себе мороженое такой прекрасный день а тогда мне надо было заслужить еду мне надо было заслужить что-то вкусное я поняла как я всего этого боюсь и тут я подумала окей ладно мы не будем бороться с этим страхом пускай я буду бояться еды я просто начну есть больше полезной еды и так начался какой-то мой второй период жизненного зашквара когда я начала очень сильно упахиваться по силовым тренировкам и по белкам жирам углеводам так чтобы набирать как бы мышечную массу мне все равно не хотелось как-то набирать вес для меня набирать вес это звучало все уже я стану жирная некрасивая никто со мной не будет общаться а все же действительно только поэтому с учались я прямо очень сильно упарывалась по вот этим всем судочка по подсчетам по весам чтобы все было точно вот прямо вообще не придраться и как-то так получилось что вот этот период меня затянул на полгода но сдвигов по здоровью никаких не было то есть да на весах цифры росли там я стала с 43 весить 47 килограммов вот но тем не менее ничего не менялась то есть у меня в месячные не возвращались и по гормонам все было также ровно я пила витамины я отчитывалась перед родителями отчитывалась перед врачами и каким-то первым моментом который помог что-то мне хотя бы поменять в привычках а потом уже и в и физике и физике и в голове стала поездка вообще за границу мы были на первом курсе и мы решили все вместе поехать в такой небольшой тур там по германии там была германия франция по моему и чехия и понятно что в поездке ты особо не повыпендриваешься в поездке ну ты ешь что дают либо не ешь ничего или я что на что у тебя хватает денег а уже не говоря там о каких-то локальных вкусных штуках и в поездке я впервые позволила себе вот отпустить себя полностью я впервые почувствовала какую-то эту свободу да я себя убеждала там тем что я много хожу я все равно это все трачу там я по утрам все равно качала пресс но хотя бы я вернулась уже с чувством что ладно еда не такая страшная я и делал неделю ела что попало не умерла значит как-то можно жить но как бы в убеждении о том что правильно есть я еще продолжала жить целый год то есть я целый год там у меня было такое строгое меню что я уже даже забыл забыла там вкусы другой еды то есть я помнила вкус гречки вкус вареной курицы вкус овсянки вкус разных салатов и вкус там молочных продуктов но опять-таки до шоколадок на завтрак мне было еще очень и очень далеко вот что уже говорить о своем отображение вообще отображение в зеркале я когда сейчас смотрю на фотографии своего периодом я думаю ну из того периода я думаю что блин вообще чё это к себе придиралась нормально выглядела была нормальным себе таким 17-летним подростком вот очень даже мило выглядела но как-то я в я в это не верила я себя такое не видела и я себя постоянно сравнивала с другими девочками и с другими девочками что самое главное с моделями там из инстаграма и социальных сетей и я каждый день фотографировала себя в зеркало просто чтобы убедиться что все нормально и сравнивал эти фотографии между собой и на это уходила огромная куча эмоционального ресурса кроме того у меня на фоне всей этой эндокринной истории начались проблемы с кожей которая не заканчивается до сих пор и тоже мне приходилось наносить тонну косметики просто чтобы как-то лицо выглядело более-менее ровно на этот выпуск я вообще пришла без макияжа даже маленькая победа и так продолжалось целый год до тех пор пока я не влюбилась вот в человека это была моя так как это первая серьезная взаимная любовь вместе с ним я как-то незаметно для себя продолжая при этом свою спортивную рутину и я как-то набрала вес но обнаружив это я не расстроилась и не ушла в какое-то там самобичевание и не ну не стала как-то вообще себя корить за это просто приняла что сейчас я вот такая и так даже кому-то нравится для меня было открытием вообще тогда что людям людям могут нравиться не стандартные параметры людям могут нравиться не стандартные люди вот просто такое какое-то простое открытие но тем не менее но очень повлияло вообще на мой дальнейший ход жизни в итоге с этим молодым человеком мы расстались и это был тоже нелегкий период для меня и как-то по сюжету этой истории я бы даже назвал этот момент шагом назад потому что это были настолько сильное переживание на фоне все еще вот этой неуверенности в себе то есть я все равно в те годы продолжала спортом просто заниматься спортом просто чтобы поддерживать форму а не потому что мне было это в кайф приятно и интересно вот в тот момент у меня случился такой регресс видя попытки самоубийство то есть мне было 19 лет человек которого я любила сказал мне что меня не любит я испытывала такую безумную физическую боль 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 и какую-то не любовь к себе на фоне этого всего что мне просто в один день я пришла на работу на я работала тогда в рекламном агентстве я наглоталась таблеток просто каких попало просто все что было в аптечке я выпила все меня безумно тошнило и тошнило до потери сознания и я думала ну вот уже все в итоге мне вызвали скорую помощь и следующую неделю после этого поступка я провела в больнице и мне промывали желудок вот я испытывала какие-то просто ужасные муки лежа наедине в палате где всем на тебя глубоко пофиг а ты лежишь в этих мыслях блин как же мне жить дальше уже мне делать дальше типа я не понимаю вообще какой будет моя жизнь там типа ближайший год я хотела чтобы вот была вот эта романтическая первая любовь чтобы она так и было дальше а теперь мне больно как сделать так чтобы у меня не болело и еще где-то после этого события на полгода я просто не могла оставить мысли вот об этом человеке и мне все время хотелось его как-то вернуть и как-то привлечь внимание к себе и опять-таки этим инструментом привлечения внимания к себе стала внешность и стала моего вот тело то есть я опять начала над собой буквально издеваться там диетами спортом я очень коротко обстригла волосы и покрасила их белый цвет я там делала какой-то безумный пирсинг вот и все это конечно документировала и пилила там в инстаграм и постоянно искала какие-то тоже поводы чтобы он вот написал точно написал точно со мной встретился и чтобы точно как-то почувствовать что эта связи чем может существовать вот но при этом как бы при том как как бы я не занималась со своим телом чтобы я не пыталась типа с ним делать до в голове у меня были очень жесткие ограничения но физиологически ничего не менялось физиологически мне кажется я испытывала настолько глубокий стресс что тело цеплялось просто за любые возможности там с поднакопить какие-то ресурсы вот и сохраниться в такой форме при этом всем я пыталась как-то даже этом занять себя чем-то найти себе что-то новое я улетала на полтора месяца на шри-ланку преподавателем английского языка и думала что вот я вернусь и точно все поменяется главное разочарование жизни нет от себя ты никуда не уедешь и весь свой стресс и весь весь свой вообще внутренний ужас я возила там с собой я там взбиралась на горы я ездила там на другой край острова вообще там делала какие-то безумные вещи там мы с подружкой из турции мусульманкой мы с ней на мопеде катались там с одного конца острова на другой и делая все вот эти вот безумные вещи ну я их делала потому что у меня не было какого-то инстинкта самосохранения я все еще не по ним не понимала зачем мне жить почему мне жить и что это вообще такое и не не эзотерика не психотерапия ничего мне не давала эти ответы тогда вот при этом всем я как-то продолжала набирать вес и в какой-то момент я поняла что я вернулась в украину ничего не поменялось теперь я весила 58 килограммов и я не могла вернуться в режим питания который был мне свойственен там два с половиной года и я очень сильно себя из-за этого ругала при этом всем я решила создать себе еще дополнительный стресс в том что я переехала от мамы начала снимать квартиру отдельно вместе с подружкой в районе который я вообще не знала и который по ночам казался мне достаточно опасным вот и я продолжала агрессировать против себя самой как я сейчас понимаю я создавала себе какие-то стрессовые условия чтобы просто перебить вот эту внутреннюю боль которую я испытывала внутреннюю боль из-за того что из-за того как я себя вижу из-за какой-то безумной неуверенности в себе и вот из-за того что как бы человек который был моей поддержкой на котором я базировала эту поддержку оказался не такой уже поддержка и что так тоже бывает в жизни я пыталась спастись этим в каких-то других отношениях благо что это были там не наркотики алкоголь и вся такая история я не знаю как меня пронесло если честно вот но я пыталась спастись этим других отношениях и когда они закончились тоже я опять себя обнаружила вот в этой точке в точке которую как мне казалось я уже давным-давно прошла и переросла и заново полюбила себя потому что тот человек полюбил меня вообще там весе 58 килограммов и говорил не что я богиня прекрасно и отлично выгляжу но эти отношения опять-таки закончились и карма из-за бич я оказалась опять-таки в ситуации где мне хочется убить себя я чувствую себя безумно неуверенной безумно неуверенно еще потому что этот человек ушел к другой девушке которая внешне выглядит вообще иначе я такая так не понял вроде у людей есть какие-то типажи а тут теперь это не работает вообще жить в этом мире а никто же не объясняет вообще как строить отношения между людьми ты все ко всему сам приходишь я опять оказалась в этой депрессивной точке и тут я вот просто момент который я поняла что и вообще что мне дала эта попытка самоубийство на самом деле она меня научила любить жизнь вот любить жизнь так как я ее люблю сейчас и люблю я каждый день несмотря на трудности и сложности которые бывают и поэтому оказавшись второй раз в депрессии у разбитого корыта и с полным непониманием что мне делать дальше карьера как я уже тогда понимала она мне не может дать ответ на этот вопрос мне пришлось спасать себя саму и буквально за август я не брезговала никакими способами никакими ключами к себе которые могли бы мне помочь сделать чуть чуть лучше эту жизнь например я все-таки обратилась к психотерапевту второй раз и мы стали заниматься два раза в неделю это было безумно болезненно второе что я сделала я решила медитировать каждый день потому что я просыпалась с мыслью типа блин как мне жить дальше и это была физическая боль буквально изнутри и это была физическая боль которая замечала в зеркале и из-за этого не хотелось вообще на себя смотреть то есть я тогда выглядела как просто как бледная боль то есть меня как будто бы не существовало тоже физически я снова начала усердно заниматься танцами несмотря ни на что вот это же за тот месяц как-то у меня начались какие-то успехи и я решила еще себя повести в горы ну в общем я делала кучу кучу внешних проявлений я писала вообще всем знакомым до кого могла дотянуться типа можно с тобой погулять мне очень надо поговорить и никто мне тогда не сказал нет что что-то я не хочу это слушать поэтому мне кажется еще какой-то важный вывод который я могу из этого сделать что не надо стесняться организовывать себе поддержку если у вас есть такие усилия ну как бы это ваши друзья они для этого существуют они только для того чтобы там делите радостные моменты вместе есть пиццу и вот как-то используя все эти инструменты я поняла что от боли которая есть внутри никуда не убежать никуда не убежать как я пыталась от нее бежать там в отношении и там концентрацию на внешности и в работу я очень часто убегала в работу это вот было прямо работа это самое главное в жизни было до какого-то момента времени это все отдаляет нас от себя они приводят нас к себе и если внутри есть какая-то боль самое простое что мы можем сделать это ее переболеть и просто остаться в этом моменте где тебе болит и тогда действительно боль будет тянуться не недели не месяца и это не будет какая-то рана которая будет разрывать тебя изнутри а это что-то что будет благодарна за то что ты обратил внимание на эту боль и за то что ты просто посмотрел и принял что вот да это вот так сейчас во мне один месяц мне получилось настолько хорошо общаться с собой настолько хорошо обращать внимание на то что мне больно неприятно плохо одиноко и все вот это что я совсем отстала от себя по поводу еды и в тот депрессивный месяц и действительно позволяла себе все что мне хочется хочешь мороженое на завтрак ешь мороженое на завтрак хочешь там пойти наестся пасты или mac меню все ешь все и самое удивительное вот это то что называют люди интуитивным питанием возвращаясь к истории с анорексией вот это тот момент когда ты начинаешь слышать реальные потребности своего тела они питаться по часам это был тот момент когда я действительно поняла что очень часто мы пытаемся ставить ум превыше тела и вообще душу где-то отдельно вот у нас есть как три таких постулата ум душа и тело и на самом деле нам кажется что он управляет этим всем душа она просто чувствует это там типа эмоции какие-то прикольно неприкольно ну и вот тело тело это какая-то ленивая тварь и которую надо укращать но на самом деле все наши эмоции они рождаются в теле мы чувствуем радость мы это чувствуем но фактически мы улыбаемся мы чувствуем грусть мы чувствуем опять-таки эту внутреннюю боль от которой я не могла убежать тоже это всегда было вот где-то вот здесь вот здесь это были слезы которые не могли выйти и вот это вот внутренняя боль она тоже может проработаться через тело через его потребности через то что ты его вовремя покормишь через то что ты где-то потянешься где-то подвигаешься где-то поплачешь через физические действия мы реально можем сделать себе лучше и как бы это тот момент когда да я действительно обратилась к чему-то внешнему чему-то физическому чему-то телесному но уже не в категориях красоты и уже не в категориях там это кому-то будет нравиться это кому-то будет не нравится уже в категориях как будет полезно мне через мое же тело то есть я фактически пройдя какую-то такую длинную кривую научилась пользоваться телом как инструментом который может мне реально помогать и делать не лучше и тогда наверное каким-то выходом из этого всего состояния депрессивного для меня стал момент решиться на дню фотосъемку я давно следила за одним фотографом инстаграме и давно мне это все нравилось и давно это планировала но опять-таки в голове было вот это все да какая же ты модель да ты позировать ничего не умеешь ты там ростом метр с кепкой типа и параметры у тебя нестандартная и кожа у тебя проблемная в общем все же девочки могут себя рассказать в голове но тогда мне было насколько вот типа все равно и вот это вот мой сейчас это было наверное какое-то такое это было немного все равно потому что я не понимала что делать дальше был такой момент а будь что будет я все-таки заказала эту фотосъемку и я посмотрела потом на результат который получился мне фотограф прислал фотографии в тот же день а я тогда утром что-то я там я бегала по моему я тоже я волновалась я ничего не ела я когда сильно волнуюсь я не могу ничего есть до сих пор остались эти приколы я посмотрела на фотографии я посмотрела на то какая я на этих фотографиях и я просто ну не поверила что это что я это что я такая красивая это что правда а фотографии были без обработки вообще без ничего по моему там мы просто добавили черно-белый это все что было и я так думаю господи да я вот это себя четыре года четыре года там какого-то своего юного прекрасного возраста там с 16 до там до 20 сейчас до 22 лет вот так вот себя третировала то есть я настолько не верила в то что я красивая а мне надо было просто вот чуть-чуть освободиться от этого всего и послушать себя невероятно и с тех пор я как-то я поняла что да окей мне как-то суждено обращать внимание на тело на физику на физическое действие я продолжила делать периодически там какие-то творческие new проекты с людьми и поняла что вот в ноготе я очень часто чувствую себя увереннее чем в одежде ну вот так вот получается при этом это не не какая-то там история про эротику секс и продажу фотографий на only fans но это скорее вот просто такая история принятия себя проявлений себя возможно со временем этот инструмент мне не понадобится и я найду что-то другое но что самое главное вот как-то отрешившись от вот этих вот атрибутов наступила вот вот этих атрибутов там отношения карьера внешний вид чуть-чуть выйдя за вот эти вот какие-то социальные категории в которых но в которых тоже очень часто оценивают женщин там типа с кем она встречается как она выглядит и там есть у нее работа или нет у нее работы ну тоже увы мы живем в таком мире сейчас вот я поняла что для меня очень важным является мое собственное творчество и что все вот эти вот моменты какими бы болезненными они не были они все равно так или иначе давали мне какой-то толчок творить там когда я очень сильно там зависела от своей внешности я рисовала каких-то там картины и фантазии идеальных женщин вот в отношениях с какими-то идеальными мужчинами при том это были такие метафорические фигуры очень часто там не было чего-то конкретного вот будучи влюбленная очень сильно вдохновлялась людьми которые меня окружали и старалась сделать что-то для них что-то в их эстетике как-то выходить за рамки того что мне нравится это же про наблюдал вот это я поняла что это скорее не слабость моя а сильная сторона и что любые опыты какими бы они не были болезненными или радостными я могу не просто проживать а проживать при помощи творческих инструментов я могу рисовать и и неважно там это что эти рисунки там они никогда не попадут в музеи а мне всегда хотелось вот чтобы типа вот это достигаторство опять таки что типа если быть красивой то весит 40 килограмм не больше не меньше там типа если отношения то только вот так и никак иначе если работа то самое лучшее самые высокие должности я поняла что вот может быть по-другому может быть лояльна к себе и что это просто мне необходимо вот а как она уже будет и дойдет это до музея когда-то или нет вообще неважно вот наверное это как-то вся история которая хотела рассказать вот 200 в 1